всем привет ребята я очень-очень рада видеть вас на своем канале с вами лиса и сегодня у нас праздничное видео посвященное тому что вас уже целая тысяча я безумно этому рада ребят поэтому сегодня будет видео в формате q&a как я и обещала спасибо вам громады за все ваши вопросы и обязательно на них на все сегодня отвечу ну и самое главное выпьем шампанского у нас сегодня не совсем асмр потому что я разговариваю в полный голос в пол голоса но я решила что поскольку это праздничное видео то можно немножко похулиганить пузырики а мне как всегда брют ну что ребята за вас за то что вы меня смотрите и мне безумно это приятно ваши комментарии к моим видео даже ваша критика это все вдохновляет меня на то чтобы развивалась и не бросала свой канал продолжала дальше радовать вас своими видео я очень ценю ваше внимание вы мне все очень дороги за вас очень вкусно в общем ребята вы большие молодцы спасибо вам всем кто откликнулся на мой призыв в последнем видео задавать вопросы я их все структурировала и вот распечатала и получилось 32 вопроса это при том что было очень много одинаковых повторяющихся и я их естественно все объединяла в один но я обязательно укажу всех авторов которые задали вопросы так что не переживайте здесь меня к шампанскому такая сырная тарелочка но я нашла сегодня клубнику и было этому безумно рада я очень хочу попробовать это потрясающе очень вкусно просто как в лучших домах лондона и парижа так ну что давайте начнем и так самый наверное частый вопрос который мне постоянно задают это как меня на самом деле за вопрос задала в комментариях очень очень много людей поэтому я не буду всех перечислять скажу сразу я не хотела бы открывать свое настоящее имя мне хочется сохранить немножко таинственности и остаться для вас просто лесовой я надеюсь вы не будете меня за это обижаться кто-то сделал предположение в комментариях что меня зовут лиза или настя я просто могу сказать что это не так я не лиза и не настя я лиса и так следующий вопрос тоже очень частый сколько мне лет мне где-то в диапазоне между двадцати пятью и двадцать восьмью скажу так вам расплючит а но в принципе уже за 25 взрослая девочка следующий самый популярный вопрос тоже его задавал разные фильмы руслан ларин лиза котова аделечка м если кстати неправильно говорю ваши ники простите меня я стараюсь читать их максимально правильно как мне кажется так вот все эти люди задают вопрос из какого я города я уже в каком-то видео отвечала я вообще из украины из города донецк пожила много где за последние наверное лет пять но сейчас я живу в москве следующий вопрос мир жвак мир жвак офишал тоже нас спрашивала сколько мне лет как меня зовут я все это уже ответила сколько лет ты уже замужем я вышла замуж прошлым летом мы отметили только вот полгода как мы женаты поэтому мы такие еще молодожены молодожены по-украински будет молодята смешное такое слово мне она очень нравится бри обожаю сэр бри и если обмакнуть его в мед а потом уже есть это все орешком то можно познать день отвечаю и запить глотком холодного блюда продолжаем карина лотарева или лотарева и руслан ларин спрашивает если у вас дети нет ребят детей у нас пока нет хотя мы в общем то уже к ним готовы но пока нет тамирис махметова в одном из видео вы говорили что не любите смотреть на калории мне бы хотелось узнать почему был ли у вас лишний вес ну я вам так скажу я в течение своей жизни очень много раз поправлялась и худела максимальное количество килограмм которые я сбросила за полгода это было 15 сейчас я в такой промежуточной форме между самым своим максимальным весом и минимальным не скажу что я сейчас им довольна но что поделаешь отсюда привычка как бы до считать калории посмотреть на кбру у меня есть домашние кухонные весы которые отмеряют в граммах еду я их очень часто использую милана sky просит передать ей привет привет тебе милана и милана задает вопрос следующие вопросы будут ли видео без маски и какое видео будет после юбилея помимо q & a у меня многие спрашивают вообще зачем эта маска ну я то есть пока сначала на вопрос миланы видео без маски я не планирую ребята мне нравится эта маска я уже считаю ее частью канала частью себя поэтому я не буду снимать ну во всяком случае ближайшее время точно этого не планирую насчет будущих видео на самом деле очень много идей много чего хочется снять было бы кто у нас маловато мяса и в принципе много есть еще интересной еды которые можно было бы запечатлеть я помню когда-то не помню правда кто но помню что написали такой комментарий типа что вы будете делать когда вы все перепробуйте я просто пойду по второму кругу следующий вопрос алекс фрей спрашивает каких зарубежных см артистов вы смотрите я подписана на самом деле на многих ребят я не скрываю свои подписки вы можете их посмотреть но такие мои самые любимые наверное это hungry cakes и естественно сас смр я очень люблю этих девочек в принципе мое знакомство с smr и тингами началось именно с них поэтому вот они мои number one скажем так откуда взялась идея на создание канала и такого рода видео спрашивает ангелина же z и h не знаю как это по-русски прочитать и женичка петрова ну вот туда я же говорю что я сама смотрела очень много smr и тингов я в принципе люблю этот жанр я вам больше скажу у меня smr эффект только от и тингов то есть вот эти все тэппинги рельвы игры я этого не понимаю а и тинги да очень люблю и я начала это смотреть где-то в мае прошлого года и постепенно ко мне пришло осознание что я не могу найти и не встречалась ни одного вот такого русскоязычного smr тинга который бы мне было интересно смотреть и тогда я подумала а почему бы не попробовать сделать это самой так родилась идея создания канала и вот поэтому собственно мы сегодня все здесь собрались так а это мне сыр с грецким орехом вкусно следующий вопрос спрашивает анна андреас раз уж пошла такая пьянка то вопросик мой не думала ли ты создать второй плейлист и снимать видео наподобие влогов и кстати ты так молодо выглядишь интересно сколько же тебе лет ну про мой возраст уже выяснили спасибо за комплимент по поводу влогов и второго плейлиста у меня была идея открыть параллельный канал где я буду шепотом что-то читать это вот как бы единственный жанр в котором я себя еще вижу скажу вам честно вот эти ролевые игры парикмахер маникюша вот это вот все как-то мне не знаю поэтому возможно вот такой канал я сделаю но так нибудь попозже я пока еще полна идеями по поводу смр-кетингов следующий вопрос от сергея орлова вот вопрос из всех твоих видео какое блюдо фастфуд твое самое любимое оу это такой сложный выброс я в принципе люблю поесть как вы уже наверное успели заметить какой фастфуд у меня самый любимый наверное это макдональдс мне очень нравятся их гамбургеры и обезуматых картошки хри и вот просто если выбирать из всех фастфудов я бы выбрала макдональдс следующий вопрос от кристин рейксман кристин я надеюсь я правильно прочитала твою фамилию прости если нет хочу сказать пару слов о ней это девочка которую я безумно полюбила мы успели прекрасно подружиться я очень рада что я нашла тебя и ты мой очень важный свидетель твое мнение я безумно ценю вот кристин спрашивает какую марку косметики ты предпочитаешь какие духи нравятся и главный вопрос когда ты зарегистрируешь в скобочках сама знаешь что по поводу зарегистрируешь ну я тебе отвечу в частном порядке по поводу косметики и духов я крашусь если вы обратили внимание по минимуму у меня в принципе есть такой базовый макияж который я использую последние наверное лет 7 точно стрелки какой-то базовый тон немножко румян не люблю красить губы и брови подкрашиваю немножко в принципе все что касается марок ну допустим тон наношу не тональный обычная биби крем когда я жила на дальнем востоке я привыкла к корейским маркам поэтому я обожаю косметику миша почти все мои уходовые средства именно из этой линии стрелки рисую любой подводкой которая попадется мне под руку но предпочитаю водостойки чтобы они не размазывались там от всяких погодных условий собственно все наверное по поводу духов я обожаю сладкие ароматы все мои духи всегда сладкие ну это если я сама их выбирала естественно сейчас мои любимые духи те которыми я больше всего пользуюсь это агент провокатор фаталь пинг они прям безумно сладкие и мне это нравится окей следующий вопрос от риты шабариной привет привет тебе рита нравится тебя смотреть мне интересно поправляешься ли ты после этих макбангов ну это если конечно ты следишь за весом и кажется что на лицо ты пополняла ну я вам так скажу я постоянно в поиске своего идеального ракурса потому что мне хочется чтобы еда попадала в кадр я попадала в кадр и все это выглядело максимально близко короче говоря поэтому я тут чуть более сверху снимают то как-то приближают удаляю короче там целое дело ребят я пока выстраиваю кадр мне реально очень часто еда успевает остыть в поводу того что пополняла я или нет после макбангов ну нет на самом деле даже если это есть то это максимум там один два килограмма мистер дуги спрашивает задам сразу несколько интересующих вопросов как познакомились с smr контентом и что еще нравится кроме макбангов как боретесь с лишним весом или у вас хороший обмен веществ планируете ли smr стримы и стримы с макбангами по типу корейских аналогов сколько лет вашему бандиту это он про кота очень пушистый крутой код породистый вообще кстати очень много было вопросов о том если у меня домашнее животное да мне есть котик которого зовут антон в одном из видео я его даже показывала по-моему это было видео с пиццей что касается остальных ваших вопросов мистер дуги ну про то как познакомилась с smr контентом уже ответила как борюсь с лишним весом и хороший ли у меня обмен веществ я так скажу я никогда не снимаю видео я в принципе устраиваю себе разгрузочные дни стараюсь как бы пытаться правильно если я что-то снимаю то в этот день как правило я больше ничего не ем то есть это согласитесь ребята я же не могу учесть и есть там я не знаю две ложки чего-нибудь или там белоломтика чего-нибудь в любом случае для того чтобы видео получилось хотя бы минут на 14-15 мне надо съесть нормальную такую конкретную порцию поэтому так и получается окей следующий вопрос от джамиля омега вы когда-нибудь снимите совместное видео с мужем это первый вопрос и второй вопрос от нее же на ваше самое любимое блюдо нет ребята мой муж никогда не согласится появиться вместе со мной в кадре это я сто процентов он даю и по поводу моего любимого блюда я прям честно затрудняюсь ответить но много чего я люблю из еды в принципе люблю еду ну если скажем так что-то такое общее выделять да то я очень люблю мясо причем принципе в любом наверное виде я очень люблю японскую кухню люблю пиццу люблю гамбургеры много всего я люблю так следующий вопрос от алины константинопольской ты маша соломон нет ребята я не маша соломон я знаю кто это я смотрела несколько ее мукбангов она большая молодец у нее прекрасно получается снимать мукбанги она моя землячка потому что она живет в киеве но я не она следующий вопрос от софи софи как изменилась твоя жизнь после того как ты начала снимать видео да ребята ну честно говоря особо никак потому что ну да я стараюсь их выпускать довольно часто и в связи с этим планирую как бы свой день но сказать что какие-то кардинальные изменения нет просто мне появилось хобби которое на данный момент вот отнимает практически все мое свободное время в связи с этим как раз следующий вопрос Ариадна Мартиросова и Ростислав Климович задавали этот вопрос кем я работаю и чем занимаюсь по жизни кроме СМР ну в данный момент я не работаю это связано с некоторыми семейными обстоятельствами поэтому все чем я сейчас занимаюсь это веду хозяйство, расщукота снимаю для вас ролики очень много читаю ну в принципе у меня пока такой период в жизни вот лайтовый скажем так то есть я на данный момент ничем не занимаюсь если говорить о моем прошлом то подавляющей часть своей карьеры я работала в банке в банке я была специалистом по вип-клиентам то есть у меня был мой портфель состоятельных клиентов, которые я вела это была интересная работа я безумно благодарна жизни за этот опыт но на данный момент я бы не хотела возвращаться опять к этой должности поэтому пока бездельничала, короче говоря так, следующие вопросы от Алиши нет, Алишна Алишна 2018 я надеюсь я правильно прочитала, прости, если нет тоже она спрашивает, чем ты увлекаешься помимо СМР хватает ли времени на другие хобби вот, занимаешься ли ты спортом или занималась? да, я регулярно посещала спортзал но в связи с переездом в последнее время то есть мы пока еще тут нигде по месту не записались я занимаюсь дома люблю заниматься йогой ну и в принципе у меня есть какой-то такой базовый комплекс упражнений которые я стараюсь выполнять регулярно следующий вопрос от Яны Сидоровой привет привет тебе, Яна почему с этой маской видео снимаешь? я думала, что это только на НГ нет, это не только на НГ я в принципе снимаю видео с маской ребята, может быть на видео не особо заметно но это маска лисы вот видите ушки носик и даже усишки я хотела, чтобы это было что-то символичное и в принципе хотела быть в маске сейчас я только отвечаю на вопросы я ничего не ем вкусно давайте съедим большую клубнику божественная шапанска очень вкусно не знаю, откуда они ее в такое время года везут кто-нибудь из теплых краев но она такая вкусная как всегда мой муж меня называет человек авария потому что если где-то что-то упало разбилось, разлилось то это была я что-то не буду одевать продолжаем разговор очень интересный коммент к предыдущему посту написала Юлия Воронина она не стала задавать свой вопрос но постаралась угадать мои возможные ответы это очень интересно я просто хочу вам это зачитать лисичка, все вопросы разобрали и я тогда попробую угадать ваши ответы это тоже интересно я в принципе по жизни очень много читаю, ребят из-за этого я, собственно говоря, себе посадила зрение по поводу того, кто я по специальности я финансист так, следующий вопрос от Розаветта Мяу у тебя есть муж? первый вопрос есть, ну это понятно уже про детей тоже уже говорила про питомцев говорила где я живу? говорила зачем вы одеваете маску? говорила все ли у вас хорошо с голосом? да, с голосом все нормально как вы сейчас можете это услышать просто ASMR-видео снимается в принципе швапотом чтобы вы могли их слушать в наушниках и максимально слышать звуки еды так, следующий вопрос от Яны Ганиной Ясмина РР и Анастас в принципе вопросы как бы были похожи заключается в том, что как я слежу за фигурой и не толстею Аяна Ганина в принципе сказала, что у нее просто РПП она безумно боится еды и просит рассказать о моем отношении к еде ну у меня нет как бы никакой фобии относительно еды да, ребята, я прочувствую, что это видео будет очень длинным надеюсь вот хватит терпения высмотреть следующий вопрос от Анны Мазера есть ли у тебя примерный график выхода новых видео да, я стараюсь выпускать их через день во всяком случае я стремлюсь к этому пока у меня есть время почему бы и нет так, следующие вопросы от Вероники Вероника Ника первый в каких городах ты жила? куда бы поехала отдыхать? второй вопрос и третий твоя заветная мечта в каких городах я жила? я жила в Донецке потом я переехала в Киев потом я жила какое-то время на Дальнем Востоке в Приморье под Владивостоком маленький портовый городок который назывался Пассиет а сейчас я живу в Москве как-то так куда бы я поехала отдыхать? у меня есть мечта, ребята я безумно хочу посетить Италию я там никогда не была и мне очень-очень это интересно и моя заветная мечта да много их, наверное, на самом деле я не могу выделить какую-то такую одну конкретную прям вот, знаете, заветную-заветную мечту но мне много чего хочется мне хочется родить сына полетать на воздушном шаре побывать опять-таки в Италии не знаю, хочется ну, связи с последними событиями хочется, чтобы мой канал прям набирал обороты и у меня было много-много подписчиков короче, мне много чего хочется следующие вопросы от Дарьи Вербенской как ты кушаешь в обычный день так же или какую-то правильную еду и не набираешь ли ты вес ну, по поводу веса уже сказала по поводу того, как я питаюсь в обычный день я предпочитаю как бы правильное питание то есть это либо какие-то каши на завтрак что-то овощное, мясное то есть ничего как бы там жирного, выжаренного и как правило я не ужинаю то есть я пью чай на ночь и все без сахара, естественно очень люблю кофе не представляю вообще свой день без кофе и следующий вопрос от этой же девушки как твой муж относится к твоему увлечению смр с едой, не посчитал ли он это странным? и похожий вопрос задавала Анастасия Шпакова скажу вам честно мой муж вообще не понимает этот формат ну, то есть он не смотрит мои видео и не ловит какой-то смр-эффект но он меня очень поддерживает в принципе, если бы не он я бы не начала эти съемки потому что муж подарил мне на день рождения камеру на которую я, собственно, все эти безобразия теперь снимаю поэтому он такой мой идейный вдохновитель всегда, не глядя, лайкает мои видео ему говорит, прости, я не могу это смотреть как бы каждому свое Ариадна Мартиросова спрашивает как ваши родственники и окружающие относятся к вашему увлечению? ну, как бы в продолжение, да, предыдущего ответа моя мама тоже меня очень поддерживает смотрит все мои видео но у нее совершенно другой резон для этого она говорит, вот я посмотрю и как будто бы с тобой вместе посидела, пообедала мы просто живем в разных странах я безумно за ней скучаю и она за мной и когда она смотрит, ей кажется, что мы вот рядышком с ней сидим где-то на кухне и обедаем мам, я тебя очень люблю так ребята, мы уже близки к концу лейла, лейла, лейла спрашивает, кто стал примером из забыльных АСМР самый первый канал АСМР, на который я наткнулась это был канал Hungry Cakes если кто-то не знает, эта девушка живет, по-моему, где-то в США в Калифорнии она филиппинка по национальности но снимает видео на английском языке она мне безумно нравится по сей день я смотрю все ее видео и очень ее рекомендую Камила Соколова спрашивает может быть, мой вопрос будет слишком банальным но мне очень интересно почему именно лиса? и тут же вопрос задавала Ирина Бубнова тоже, почему именно лиса и как это имя связано с маской? это потому что это маска лисы а почему, в принципе, лиса так меня называет мой муж и как-то вот с его легкой руки это вот повелось многие знакомые тоже так меня называют не знаю, он говорит, что я похожа на лисичку Женька Лол тоже спрашивает почему лиса? ну, я уже ответила может, это покажется грубым но почему ты не сидишь за столом? у меня здесь стоит стол на нем стоит такой поднос на нем стоит вот эта вот доска все сделано для того чтобы я могла выстроить правильный ракурс если бы я сидела просто за столом он был бы мне очень низким тут еще вопрос в том что я довольно высокая девочка ребята, у меня метр восемьдесят два рост поэтому, ну, как бы высота обычного стола мне была недостаточно так, следующее, что я хотела бы сделать это передать привет для одной моей подписчицы Куки Чан она испаноязычная и поэтому я сделала это на испанском простите, если это будет очень смешно в одном из видео вы говорили, что вас сравнивают с ASMR-блогершей иностранной кто она? это SAS и очень многие мне в комментариях писали что я ее копирую что я, типа, ну что я снимаю видео в таком же духе, как и она мне кажется, это правда потому что во-первых, я снимаю видео с полным лицом пускай я в маске но, тем не менее, у меня все лицо в кадре во-вторых у нее, как правило, все видео без разговоров то есть no talking я больше люблю с вами болтать ну и в-третьих в принципе, как бы все ASMR-видео похожи друг на друга в плане етингов есть еда и есть человек который сидит и ест в кадре извините, ребята тут как бы никакого разнообразия априори не может быть вопрос от фирм.тв сколько вам лет? уже сказала как вы учились в школе? я хорошо училась в школе я закончила школу золотой медали в принципе, так же, как и в институте у меня красное дло и, ребята, несколько вопросов мне успели задать уже после того как я их все структурировала и распечатала поэтому я сейчас зачитаю в принципе, все повторяется Ангелина Петрова спрашивает из-за чего ты решила снимать мукбанк? мне кажется, я уже ответила Настя М почему ты снимаешь видео в маске? какое твое настоящее имя? и снимешь ли ты видеомукбанк с японскими вкусняшками? это, кстати, очень интересная идея спасибо большое я постараюсь ее реализовать Один Ла спрашивает как реагирует твое окружение на ролики в интернете? понимают ли они тебя? ответила уже и Трэш Маньяк спросил есть ли в планах снимать АСМР с нормальными триггерами на одном хавчике далеко не уедешь слишком однообразно ну, как бы для меня триггер АСМР-итингов это единственный триггер который у меня вызывает такой эффект я уже неоднократно говорила я не понимаю вот этих всех подстукиваний перешептываний поскрипываний и все остальное соответственно, если я сама не понимаю от чего там получается такой эффект я не смогу снимать какой-то гонный контент на эту тему ну, я надеюсь, вы со мной согласны это как бы логично поэтому, если я лично смотрю только АСМР-итинги то, соответственно, я и делаю что-то такое ребята, очень вкусный сыр ну что ж, спасибо всем, кто смотрел это видео оно получилось немножко длиннее чем обычно ну, сами понимаете, такой формат я вас всех очень люблю и надеюсь что вы продолжите смотреть мой канал пока-пока ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Продолжение следует...